Мировой Хоккей 21 января на льду Магнитогорской арены. И в сегодняшнем выпуске поговорим о соперниках российского клуба, о команде Цюрих из Швейцарии. С вами Александр Саканов, поехали! Итак, Лига Чемпионов, финал матчей, в которых, конечно, нежданно-негаданно появился клуб из Швейцарии. При участии команд из России, Финляндии, Чехии и Швеции, конечно, немногие ожидали, что за трофеи будет бороться пусть и чемпион, но все-таки достаточно скромного первенства. Клуб Цюрих Лайонс, преодолев серьезную конкуренцию на групповой стадии и достаточно легко разобравшись с финнами в полуфинале, теперь готовится дать бой российской магнитке. И мы с вами отправляемся на берега Цюрихского озера, в самый большой город Швейцарии. В Цюрихе живет свыше миллиона жителей. Ну и 79 лет назад в этом городе был основан хоккейный клуб Лайонс. Это название команда наносила не с первых дней своей жизни, но именно под этим названием теперь ее узнала Европа. Здесь в Цюрихе находится очень вместительная арена Халленштадион, которая способна на хоккейных матчах принять у себя больше 10 тысяч зрителей. Но матч 28 января против магнитки Цюрих сыграет в соседнем Рапперсвилле. Вот этот город был сейчас на ваших экранах. Впрочем, от географии, да, давайте перейдем непосредственно к хоккею. Цюрих выступал на групповой стадии вместе со шведским Линчопингом и с пражской Славией из Чехии. Эта группа была датирована литерой D. И началось все для швейцарцев, в общем, не так уж успешно. В домашнем матче подопечные Шона Симпсона проиграли Чехом, проиграли Славией по булитам со счетом 4-5. И более того, дальше поехали играть в Швецию против вице-чемпиона этой страны, против Линчопинга. И по ходу уступали 0-1. Однако затем Северин Блинденбахер, защитник, один из лидеров нынешней команды, восстановил статус-кво. А дальше уже Цюрих было не остановить. Как следствие, победа, очень неожиданная победа в Швеции для команды из Швейцарии 7-2. И дальше игроки в бело-красной форме праздновали только победы в Лиге Чемпионов. Обыграли тот же Линчопинг у себя дома со счетом 4-3. Ну а в заключительном матче достаточно убедительно переиграли Славию в гостях 5-1. И пусть по ходу той встречи чехи имели серьезное преимущество, в том числе и по броскам. Но Шон Симпсон, вот вы видели его только что на своих экранах, очень грамотно тактически выстроил игру своей команды. Она позволила сэкономить силы в какой-то момент. И Цюрих выглядел свежее, нежели Славия. Как следствие, получил путевку в полуфинал. Вообще, надо сказать, что Цюрих открытие нынешней Лиги Чемпионов. Команда играет очень результативно, играет очень красиво, размашисто. И неудивительно, наверное, что в семерке лучших бомбардиров турнира сразу шесть представителей клуба из Швейцарии и только один Ян Марк из Магнитки. Ну и вот Шон Симпсон, тренер, который раньше работал в Германии, в Мюнхене и в Гамбурге, говорит о том, что для меня, конечно, в Цюрихе предоставлены все условия. У меня прекрасные хоккеисты, которые знают, что от них хотят тренеры, целиком и полностью выполняют эту установку. Корреспондент журнала Лиги Чемпионов интересуется у канадца. У вас нет победного опыта на европейском уровне, именно на клубном уровне. На что Симпсон парирует, я выигрывал со сборной Канады кубок Шпенглера в 2007 году и думаю, что имею определенные навыки. Да, пусть чемпионат Голландии, где я играл как хоккеист очень долго, не такой сильный, и в Германии мне не доводилось выигрывать, говорит Симпсон. Но сейчас я постараюсь ребятам объяснить, что же нам нужно сделать для победы. На мой взгляд, Цюрих может взять трофей, опять-таки, за счет той самой пресловутой психологии победителей. Дело в том, что команда шесть раз становилась чемпионом своей страны в 2000, 2001, 2008 годах. Это вот три последних успеха. Кроме того, на ее счету два выигранных континентальных кубка, два кубка Шпенглера и два кубка Швейцарии. В составе Цюриха выступает один российский легионер, это Алексей Крутов, сын известного Владимира Крутова. Что интересно, вот и отец, и сын Крутовы поиграли за Цюрих. Цюрих Владимир Крутов выступал здесь после отъезда из Советского Союза, так же, как и Сергей Пряхин, еще один известный наш хоккеист. Теперь мы с вами переносимся к полуфиналу Цюрих против Блюза. И опять-таки, надо сказать, что здесь подопечные Шона Симпсона показали себя во всей красе. У финнов не было ни малейшего шанса для того, чтобы зацепиться за успех в этом двухраундовом противостоянии. И выступая в Швейцарии и у себя на родине, финны постоянно догоняли в счете Цюрих. Но сделать это было крайне сложно, ибо последний рубеж в составе Львов, клуба из Цюриха, храняет 40-летний Ари Суландер. Как раз-таки финский голкипер. Для него, наверное, это противостояние было особо таким интересным, напряженным. Пусть Суландер уже давно не претендует на место в сборной своей страны в силу возраста, да. Но, конечно, он хотел доказать своим соотечественникам, что и в 40 лет можно очень успешно играть в хоккей. У Суландера и его партнеров по команде это получилось. Две победы в двух матчах. Причем в Финляндии Цюрих играл настолько успешно и практически в кошке-мышке с блюзом. Финны снимали дважды вратаря по ходу встречи и дважды швейцарцы в пятером против шестерых как раз забивали ворота финской команды. Райан Гарднер, племянник, кстати, бывшего тренера ярославского локомотива Пола Гарднера, один из лидеров Цюриха, говорит о том, что очень много, конечно, канадцев в нашей команде. И нам, наверное, так удобнее играть. Мы прекрасно себя чувствуем, взаимопонимание на хорошем уровне. Ну и, кроме того, все ребята выкладываются от и до, выходя на матчи Лиги Чемпионов. Конечно, непросто, говорит Гарднер, играть на два фронта. Сейчас в чемпионате Швейцарии мы занимаем второе место. Достаточно серьезно уступаем Клоттену. Но пока что вот на этот месяц, на январь, у нас одна задача выиграть Лигу Чемпионов. Будет непросто. Магнит – серьезный соперник, но мы постараемся. В общем, дежурные слова. Но в этих словах все-таки есть доля правды. Я больше чем уверен, что в старании швейцарцам будет не отказать. Что ж, уважаемые друзья, финал Лиги Чемпионов – дело насущное. И о нем мы, конечно, будем рассказывать в наших программах. Очередной же выпуск мирового хоккея для вас был подготовлен на телекомпании НТМ. У микрофона работал Александр Саханов. Услышимся и пока.